Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается подготовка Православной Церкви к Великому посту. Мы в прошлый понедельник обозначили предстоящий цикл встреч в нашей студии, который будет посвящен как раз подготовительным неделям к Великому посту. Церковь, как мать, берет за руку свое чадо и пытается подвести не просто даже к Великому посту, а именно к Пасхе. Как правильно встретить события Пасхи, как правильно его для себя осмыслить, все делается внутри церковной ограды, богослужебно, делается для того, чтобы человек максимально осознанно к этому празднику подошел. В прошлый раз мы поговорили о притче о мытаре фарисеи и сказали, что вообще как бы сейчас вот эти вот подготовительные недели, которые ведут нас к Великому посту, это такой путь, путь заблаговременных духовных упражнений, которые бы тебя правильным образом настроили на духовные подвиги Великого поста. Говоря про мытаре и фарисеи, мы сказали о том, что есть настоящая праведность, что есть подлинная, настоящая духовная жизнь, которая ждет от нас Господь. И вот сегодня мы собрались в студии, все с тем же гостем, с отцом Сергием Гридичем, отец Сергий, здравствуйте, поговорить о притче вчерашнего дня. Вчера мы слышали с вами и читали, будучи священниками, за богослужением, притчу о блудном сыне. Одна, наверное, из самых истолкованных притч, потому что, во-первых, здесь очень много персонажей, во-вторых, здесь очень много действия. Вот, кто-то идет, кто-то приходит, возвращается, что-то просит, что-то говорит. Три главнейших, важнейших персонажа, отец, старший сын, младший сын и поведение их между собой всегда были предметом пристального внимания христиан, которые эту притчу читают. Отец Сергий, что этой притчей хочет сказать нам Христос? Что хочет нам этой притчей сказать церковь, настраивая наши души на Великий пост? Какие духовные упражнения предлагает эта притча? И вообще, в чем коллизия этой притчи? Нужно блудным возвращаться или о чем-то более глубоком еще мы можем поразмыслить над этой притчей? Ну, решил сказать, конечно же, что это еще и о более глубоком, потому что, повторю свой припев из прошлой программы, Господь учит притчами для того, чтобы не насиловать волю человека. То есть, все могут, ну, не все, но хорошо, те, у кого нету старшего брата и он единственный ребенок в семье, может сказать, это не про меня, потому что вот я есть, папа есть, недопонимание есть, старшего брата нет, все, не про меня. А в то же время, потрудившись, мы можем извлечь из этой истории, опять же, некоторые смыслы. И здесь, ну, оставим в стороне коллизии блудного сына, уже было сказано очень многими. И в живописи, и в кинематографе, и какими только способами. Но вот я бы обратил внимание, во-первых, на поведение отца. Да, но, мягко говоря, скандально. Да, да, да. Потому что побежать навстречу, во-первых, это при восточном патриархате нечто невозможное просто, ну, как почтенный отец семейства будет бегать. А во-вторых, поскольку штанов тогда еще не было, а все ходили вот в таких длинных, не спадающих, если угодно, палестинско-арабских рубахах, то надо было, чтобы быстро двигать ногами-то это все задрать, простите. И старик, который поднял подол и побежал по полю, ну, он вызывает удивление. Скандальность, мне кажется, начинается раньше. Ну, вот, подходит к тебе, там, 14-летний отрок и говорит, я знаю, что у тебя, там, припасено завещание, отдай мне все. А можно я сейчас? Свою? Нет, нет, не все, свое. Ну, все мое, все мое, отдай мне. И, ну, даже вот сейчас эту историю так вот просто преподнеся, мы понимаем, что, ну, хороший отец... Мама, папа, университет для меня. Да, хороший отец сядет, скажет, проведет какую-то разъяснительную беседу, скажет, что ты еще пока мал, ты еще пока не дорос, там, придет время. Это первая стратегия. Вторая стратегия, ну, если это не очень хороший отец, даст ремня, поставит в угол, как-нибудь там накажет, как следует. Но поведение отца в этом смысле, ну, как бы, оно поражает. То есть, к тебе приходит сын, просит, и ты ему абсолютно все его, что ему, как бы, принадлежит, отдаешь. Но это, как бы, мягко говоря, вызывает определенную оторопь. Потому что мы могли бы развернуть этот сюжет, ну, сделать его более приземленным для нас, например, и сказать, если это все-таки блудный сын, вот, допустим, какой-нибудь наркоман или алкоголик, сын приходит и говорит, отдай мне все мое. Но, опять же, хороший отец поймет, что это сейчас все будет пропито, там, потрачено, там, в пустую и так далее. Ну, то есть, это не принесет ни пользы этому молодому человеку, ни мне, как отцу, радости не принесет. Как быть? Люди читают и задаются вопросами. Ну, опять же, искать смыслы. То есть, большой соблазн сказать, как фарисей, о котором мы уже говорили неделю назад, что со мной такой ерунды никогда не было. И вот я прям знаю, какие глупости я могу совершить, но такого я точно не сделал. И вот вдруг оказывается, что вот мы все такие блудные сыновья, которые во время луна, вот, взяли, как, собственно, Златоуст хорошо пишет, а вот представим, что у человека, значит, был попутчик в некой дороге, они куда-то следовали, и семь золотых монет. Его, значит, попутчик говорит, а вот мне что-то вот кушать хочется, а нету. И тот дает ему золотую монету. Ну, на, вот, возьми что-нибудь. А вот у меня вот тут вот водички бы, в гостиницу бы. Ну, и в итоге, значит, отдал этот щедрый попутчик все свои монеты, кроме одной. И его обнаглевший, случайный, опять же, вот в купе оказавшийся напарник, в кавычках, на него бросился и отобрал у него еще и седьмую монету. То есть, казалось бы, какая черная неблагодарность. А Златоуст говорит, вот Господь дал тебе шесть дней в неделю, вот делай все дела твои, вот прям что хочешь, как хочешь, и слова тебе никто не скажет, а седьмой, вот приди в церковь. Вдруг кажется, что все мы блудные сыны, которые взяли у отца и потратили на свое. То, что нам же надо, ну, потому что нам же важно, ну, потому что, ну, опять же, да, вопрос 21 века. Батюшка, а если я смотрю сериалы залпом, это грех или как? Так вот, я прям сел и 10 серий за раз, ну, я же больше ничего не сделаю, но мне же интересно, но я же себе-то не врусь, с другой стороны, я же не пил и так далее. То есть, получается, что все мы берем у отца и все мы тратим. И отец по этому поводу не злится вообще. Это тоже очень важный момент, который нам и не закрывает эту дверь в отчий дом, что мы можем вернуться. И вот, во-первых, значит, ну, тут я все-таки вот вернусь к скандалу. Вот скандала не было, когда это было в доме. Когда, ну, мало ли, кто с какой глупостью к папе прибегал. То есть, построим маленькую хижину и в школу не пойдем. Ну, как бы, ну, никто же не слушал и не подслушивал. Когда отец бежит навстречу сыну, то видят работники, видят соседи, видят люди зависимые, видят люди зависящие, видят люди, которые потом понесут это как молву, как вот, собственно, горе от ума, когда сплетня пошла. И вот, а вы знаете, вот взял и тоже важный момент, и дайте персень на руку его. Это вообще получается, ну, потому что мы движемся уже к неделе о страшном суде, это апокалиптическая перспектива. Когда апокалипсис вроде начал исполняться, но потом автор видит, как все замерли, пока ангел не пройдет и не поставит печать. И вот персень в древнем мире – это не просто украшение, это печать, что он может распоряжаться кладовой, что вот у отца там есть драгоценности или запасы, или еды на год. И он идет и видит, что печать повреждена. Значит, кто-то вломился, значит, надо догонять вора. А если кто-то взял, сорвал печать, а потом запечатал таким же перснем, то вот это и есть сокровищница церкви. Приходи, бери, хочешь отцов, хочешь благодати, хочешь причастия, и не ставит отец никакого ценза. И вот дальше начинается уже история про старшего брата, который тоже в известной степени все мы. Потому что он приходит, и вот как я обращал внимание на то, что недосказана история о мытаре и фарисее, и также укажу на то, что мы не знаем, что сделал старший брат. То есть он мог сказать, да, правда, а что я завелся-то? Здравствуй, брат, дайте мне тоже стейк и присоединиться к застолью. Или сказать, нет, тотче, знаешь, давай-ка я тогда, раз тебе так понятнее, скажу, как младший брат, дай мне мою долю и ушел. И мы тоже не знаем, могло быть так, могло быть так. И решительно непонятно. Но это возмущение тоже, оно вот нужно просто как некая позиция в этой истории. Когда мы тоже возмущаемся, господи, а кого ты принял, господи? Ну, мы-то приличные люди, а вот он, а вот она, а ты знаешь ли, господи, что у них... И заметим в этом случае тоже вот нету лишнего слова, что сын твой расточивший имение с блудницами, говорит старший сын. То есть, во-первых, не брат мой, а сын твой. То есть прям сразу такая дистанция. А во-вторых, сказано же, что младший сын просадил живблудно. То есть, жив в заблуждении. Жил в заблуждении, что Зош его спасет. Жил в заблуждении, что Таро его спасет. Жил в заблуждении, что если повязать нить на запястье, все будет хорошо. То есть, не обязательно это была половая распущенность. Но старший сын сразу сказал, это мне не брат, это раз. Во-вторых, он там с куртизанками, чтобы не сказать хуже, значит, все твое просадил. И тоже, а ты не дал мне даже козленка. И козленок – это метафора грешника. То есть, вот овцы, значит, направо, козлище налево. Опять же, будет в неделе о страшном суде. И вот это тоже про вот тех праведных фарисеев. Мы ведь недалеко еще отошли от мытаря и фарисея недели, где это вспоминалось. Тоже это очень такой точный момент, когда церковь встраивает смысл один в другой. Это не надо вырывать, что вот тут мы воскресенье пропустили, ну да и ладно. Подхватим уже не следующую, а через одну, и не потеряем. Нет, потом и дело, что надо это все смотреть, если угодно, в таком телескопическом измерении. То есть, вот мы три фарисеи. Потом фарисей остался и сказал, а вот, господи, а ты вот как-то себя странно ведешь, да? То есть, я бы с этими козлами себя так не вел. И, в общем, как мы все знаем, начинайте мочить козлов. Находит отклик у всех фундаменталистов, желающих священной войны. И, ну, то есть, вот наведение порядка здесь и сейчас. А Господь говорит, нет, и не отдает даже козленка. Хотя, в общем-то, козленок – это метафора грешника. И Евангелие, да, благая вещь, заключается в том, что судить грешников будут неправильники. Потому что вот фарисей бы насудил, и старший брат тоже. Вот по одной из версий, опять же, призываю не начинать христианство только с себя. Что вот это две тысячи лет, вот, Слово Божие лежало и ждало, пока переведут на русский, пока родимся мы. Это все поймем. Но вот есть святотеческое толкование, что это пришли ангелы, которые почувствовали себя оскорбленными, да? То есть, что вот тут единожды восстали ангелы, были низвернуты навсегда без возможности покаяния. А этот ушел, потом пришел, а ты его принял, печать ему дал, да? То есть, не печать Антихриста, да? Которая будет вот поставлена. Фоксибири такой, да. А вот печать Господа, который вот берет и говорит, что все мое, твое. И тоже, опять же, мы возвращаемся к тезису, озвученному неделю назад. Господь учит видеть чудо в простых вещах. Вот старший сын хотел каких-то бонусов, а он на самом деле уже, во-первых, в порядке. То есть, он без зависимости, без кортизанок. Здесь, по-моему, мне кажется, такая интересная штука, я прошу прощения, что перебиваю. Не сдерживайте. Что, значит, есть некий младший сын, который отсекает отношения с отцом и уходит. Причем не сказано, что он перестал общаться с братом, если уж педантично заносит. Ну да, но отсекает отношения с отцом точно, уходит далеко, максимально далеко. И тут тоже сам себя перебиваю, очень точное ваше замечание, мне оно так понравилось, про то, что там сказано, что он жил даже не блудно, а жил распутно. То есть, у нас мозг ленивый так быстро схватывает поверхностные смыслы слов, распутно, все, значит, там блудница, пьянство и так далее. Но распутно, это же быть просто без пути. Это как если бы я своим, опять же, детям взял бы, дал бы карманные деньги, они пошли в какой-нибудь... Сразу в кредитку? Да, кредитку, они пошли бы в магазин какой-нибудь вот этих безделушек-то, все по 50, вот, но купили себе всяких там жвачек. Это еще хороший исход. А если бы они пошли в хороший книжный магазин, где полторы-две, две с половиной, только одна книжечка? Ну, этому я, может быть, даже где-то внутри себя бы обрадовался. Знаешь, чей? Ой. Да, да, да. Вот, ну а здесь уходит и возвращается с живыми отношениями. То есть возвращается в поиски живых отношений с отцом. Я как раз таки сказал, что даже он бы на понижение статуса согласился. Даже уже не на родственника, а хотя бы на работника. Наемником, да. А здесь наоборот. С тобой живет старший сын, с которым, казалось бы, ты разделяешь одно пространство дома, одну крышу, один быт. Вы едите, пьете, общаетесь каждый день друг с другом. И тоже пунтовщик. Но по факту он живет с установкой наемника. Я все это делал, чтобы ты мне дал козленка. У него уже есть сценарий, что придут друзья, ты дашь теленка, мы посидим, потом немножечко умеренно как-то вот развлечемся. Может, до речки добежим, может, сожжем что-нибудь ненужное. Ну, просто, чтобы так, от широты души. И получается, что вот опять, вот в притче нету положительных персонажей. Ну, не опять, а вот конкретно в этой самой притче с отцом поступают неправильно. И отец ведет себя не так, как мы бы вот в нашем понимании подумали бы, как подобает действовать отцу. То есть отец должен был бы всех выразумить, вожжами. Отец должен всем бы сказал, ну, хорошо, вот тебе монета, вот тебе краюха, вот тебе мое благословение, и вот тебе дорога отсюда. И если не хочешь жить по моим правилам, и опять же мы бы поняли такого отца, что вот это мой дом, это мои правила. Не хочешь жить, ну, как бы снимай, потом поднимайся, потом лет через 20-30 увидимся, и будешь меня учить жизни, может быть, а может быть, нет. То есть в этом случае никто не ведет себя положительно. Ну, с одной стороны, я бы вот, может быть, тут немножечко поспорил, потому что вот я, опять же, для себя вижу в этой притче, что как раз проблема не в том, что, ну, то есть обычно мы делаем акцент. Так будем же, как вот эти блудные сыновья, которые осознали свое распутство, вернемся в отчий дом и так далее. Вот, и не будем подражать этому старшему. Вот, но, как вы правильно заметили в самом начале, в нас живет и тот, и другой персонаж, и в нас периодически вспыхивает желание пожить, условно говоря, своей жизнью. Потом мы вдруг осознаем, что нам нужно вернуться. До первой деды. Да, как только мы возвращаемся, вдруг у нас начинает развиваться философия старшего сына. И пока мы вот меняем вот эти вот лишь положения, регистры, жизнь для себя. Наемник. Да. То есть для себя наемник. И никто не сын. Ой, вот, набрели на смысл. Да. И вот в этой как раз ситуации сияют фигуры отца, который хранит дом, который ждет возвращения, который... Вот тут вот я хотел задать как раз провокационный, может быть, вопрос, который, может быть, нас бы натолкнул на какие-то новые смыслы. А может быть, ну, мы же понимаем, что за отцом явно проглядывается фигура Господа Бога. А может быть, в том числе в этой притче, за счет того, что вот отец отдает имение и отпускает, мы можем прочитать, что блудный сын должен уйти? Ну, в смысле, младший сын должен пойти? Однозначно нет. Сын все-таки приходит к отцу и говорит, отдай мне часть. Вот если бы отец ему отдал, это была бы трагедия. Но он отпускает. Потому что вот эти вот истории успеха, да, когда мне исполнилось 18, папа дал мне серебряный доллар и рекомендательное письмо, да, или как Д'Артаньян едет в Париж. То есть никто его не спрашивает, хочет ли он там оставаться в горах, папа на кривенькую лошадь его сажает, дает ему так себе шпагу, ну, а теперь давай. Просто вот я смотрю на внутреннюю трансформацию, да, вот человека. Рост-то не случилось? Рост случается за счет отношения отца. Ну, то есть он идет с внутренней готовностью быть наемником. Ему эту фразу договорить не дают. Его принимают сыном. И я вот периодически тоже там, ну, когда читаю эту притчу, я думаю, так вот, ну, и допустим, если бы я был вот в этой ситуации, каким бы внутренним движением отца и внешним тоже, да, каким реакциям я был бы готов? Я в первую очередь был бы готов, ну, и опять же, что вот сын идет и готовится стать наемником, мы готовы к тому, чтобы нас стягали, наказывали, поставили в угол, долго порицали, обличали и так далее, но меня приглашают на пир. Да, особенно интересно, что мы готовы смиряться, отказаться от тортов, отказаться от развлечений. Но меня сажают на пир. И вот на этом пире, это как-то очень интересно коррелируется со всеми эсхатологическими пирами других притч, которые Христос произносит и читает, где приходит там человек в брачной одежде, не в брачной одежде, где есть званные, незванные и так далее. И вот меня сажают за стол, за этим столом сидят слуги, люди, не знаю, там, может быть, какие-то родственники второй, третьей линии, и они все смотрят на меня, не понимают, кто я, где я был, что я делал, как я поступил по отношению к отцу. И на этом пире никто мне не вставит это ничего в вину, кроме моего старшего брата, которого, кстати, на пире нет, он откуда-то... И Господь, то есть Отец, опять же, уходит туда, вовне. Это тоже важный момент, потому что, вот, да, спасибо за напоминание, а то бы я обминовал. Это же тоже важный момент, когда образ Царства Небесного – это образ пира. Можно было бы сказать, там, образ большого курорта, где у каждого свой шезлонг, а коктейли появляются сами собой. Но это именно вот пира, не прогулки в одиночестве, не необитаемого острова с родными и близкими, а пира, где присутствуют все. И здесь тоже вот рискну сказать, что немало бы фарисеев, то есть людей благочестивых, не в смысле отрицательного оценочного суждения, а в смысле вот точного перевода, немало людей благочестивых бы осудило младшего сына, который пришел, чтобы стать наемником, а отец говорит, пойдем, мы организовали пир, он говорит, да, пойдем, спасибо, салатик передайте, пожалуйста. А вот тут вот еще вино мне можно налить, да, спасибо. То есть, ну, а тебя самого вот диссонанса не вызывает такое? Не, чтобы сказать, папа, я недостоин, папа, я, можно, побуду в комнатах, скажи мне, что делать. И вот, но сын не сопротивляется, садится за стол и становится, собственно, вот виновником торжества. Там, кстати, еще в притче есть ремарка, которая обычно тоже ускользает от внимания при быстром прочтении поверхностном, что вообще-то его толкнуло вернуться, даже не то, что он поистратился, а то, что голод случился на этой земле. И опять же встает вопрос, он идет гонимый голодом, ну, то есть, ситуация тоже достаточно легко представляемая. То есть, ну, представим себе, сейчас, не дай Господь, в стране нашей начинается какой-то чудовищный голод. И тогда все, там, ну, не будем перечислять. Сильные и независимые? Нет, 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 все, скажем, чужестранцы, вот, иностранцы, которые к нам понаехавшие, они будут восприниматься как такие, ну, лишние рты. Нам самим не хватает, тут еще к нам едут, ну, условно говоря, там, откуда-нибудь из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, там, еще откуда-то, Дагестана, вот. И мы начинаем вот в этой позиции, и блудный сын, мне кажется, в этой же позиции оказался, то есть, он все потратил, плюс он в чужой дальней стране, в которой голод, на него смотрят как на инородное тело. И вот чем он действительно руководствуется? Голодом ли, физиологической потребностью просто питаться? Или же он действительно вспоминает о своем сыновстве, там, об отце, о доме, и в нем вспыхивает вот это вот покаяние? Да нет там высоких эмоций. Вот наемники отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему. То есть, в этом случае, там, никакого такого Достоевского в глубинах и экзистенциального анализа не происходит. Чтобы он взял лист бумаги, сказал, вернусь, не вернусь, чудесное, что будет, если это произойдет, что не будет, если это не произойдет, и все вот это вот. И тут у него выбора-то, в общем-то, и нет. Выбор у него есть в самом начале, когда он просит отца отдать ему его часть, семей, как ему кажется, законно. Вот это, да, это его выбор, а дальше выбора нет. Ну, это получается, что во всей этой ситуации, во всей этой притче сияет все-таки образ отца, который... Слава Богу, не вписывается в традиционные представления. Да, любит безусловно, любит бескомпромиссно, любит безгранично, ждет, хранит при этом дом. Тут тоже такая, жалко у нас передача подходит потихоньку к концу. Вот. Но мы могли бы обсудить вообще тему дома и гостеприимства, который возникает и в теме Закхея, я войду в твой дом, и в теме даже мытарь и фарисей, потому что они вошли в дом Божий помолиться. Старший брат и блудный сын, опять же. Да, да, да. И здесь тема дома, возвращения домой и обретения некоторого такого сыновства, это путь, вот я бы сравнил путь с путем Хоббита туда и обратно. Ну, это очень смело. Вот тут уже фундаменталист во мне, восташа и крушиша. Вот. Но в любом случае, то есть история того, как человек идет и возвращается, тема пути, и в нем, вот в этой истории, в истории встречи сияет отцовское поведение, которое, мне кажется, рассказывается нам сейчас церковью, для того, чтобы мы ориентировались не на блудного, не на старшего сына, а ориентировались на поведение отца и его каким-то образом пытались реализовать в духовных практиках, практиках поста и так далее. Вы напоминали себе о том, что отец нас ждет, и это повод к оптимизму, что как бы у нас ни случилось распутного и блудного жития, не обязательно с блудницами, но отец нас ждет, и это, собственно, и есть посыл. Ну, а с другой стороны, не только ожидание. Вот все-таки, я, может быть, излишне настаиваю на теме отсутствия сравнительного анализа, что вот Бог как отец, вот если бы Бог был как в первую очередь и в главную очередь судья, который, там, или работорговец, рабовладелец, он, конечно, бы сравнивал по характеристикам и рабов, и ответчиков истцов, но если он как отец, а мы, в свою очередь, как дети, то он, условно говоря, чужд вот этого сравнительного анализа, потому что сравнительный анализ действительно порождает ряд существенных пороков в детях. Вот. Тот, который недолюблен, завидует, тот, который излюблен, он изнежен и избалован. Вот. И все это происходит именно по той причине, что любит как-то в неравной степени, и кто-то вынужден стоять в ситуации, доказывать свое право на любовь, кто-то нежится и потому не ценит, что дается легко любовь отцовская. Вот. А он любит действительно как-то, безусловно, бескорыстно, и мы призываемся не сравнивать. Вот заповедь, которая даже вами сегодня была упоминена, что не суди да не судим будешь и не выноси суждение, потому что это функция Господа Бога. Она ведь на всех этапах важна. Не суди не только там ближнего, не суди не только фарисея, который там так молится, а ты внутренне там себя ведешь как мытарь, не суди старшего брата в этой притче, не суди блудного сына, младшего сына в этой притче, вообще не суди себя в том числе. Ну, в таком ключе... Помни, что Господь произнесет. Это его функция. Вот это только единственное, что нас должно беспокоить. Вот, и мне кажется, это такая удивительная, благая, действительно, евангельская, ну, евангелие, да, благая весть, радостная весть для нас. Он несправедлив, радуйтесь. Вот. И я бы на этом, дорогой отец Сергий, поставил бы многоточие. Мне кажется, мы подвели к самому главному выводу данной притчи и вообще сегодняшней встрече, что для нас духовное упражнение на эту неделю суметь хоть в малой толике воссиять любовью Отца ко всему сущему, к тем людям, с которыми мы трудимся, работаем, живем, учимся, на которых мы смотрим по телевизору, слушаем по радио, не знаю. Вот суметь проникнуться той же любовью, любовью, которая ждет, любовью, которая прощает, любовью, которая милует, любовью, которая покрывает. И в этот момент, мне кажется, измерение притчи о блудном сыне обретает какую-то невероятную глубину. Истинно так. Спасибо, отец Сергий. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник мы встретимся для того, чтобы поговорить о страшном суде. Предпоследняя неделя, подготовляющая нас к Великому посту. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова